Петроград Есть предложение разместить оборудование в Подольске на заводе «Зинкер». Спецкомиссия Совета труда и обороны проводит экстренное заседание. Первым директором нашего подольского патронного завода становится Ростовщиков. Ему нужно подготовить цеха, наладить оборудование, найти рабочих и обеспечить их хлебом. Несмотря на голод, разруху, через шесть месяцев мы выпустили первую партию колпачков для ГИС. Пришел новый красный директор «Десятников». Все работали словно без устали, после смены заготавливали дрова. Учились. Завод рос, и в прошлое уходил старый Подольск. Вместе со старыми домами рушились жизни тех, кто якобы мешал строить светлое будущее. В 1937 году не стало директора Зайцева. Потом Штанина. Потом следующих. Потом пришел Лазарев. Жизнь все-таки продолжалась. 22 июня все газеты сообщили о начале войны. Наши рабочие записывались в добровольцы и уходили на фронт. Москва была объявлена на осадном положении. Бои велись в 30-ти километрах от Подольска. На заводе, эвакуированном в Барнаулу, наши женщины работали по 12 часов в сутки. Все силы отдавались победе, и наконец она наступила. Наши герои Советского Союза, Чистов, Викторов, Полтев, вернулись с фронта, сверкая орденами, и сразу пришли на родной завод. Жизнь налаживалась. Весело и шумно в подмосковных парках культуры и отдыха. Здесь каждый находит себе занятия по своему вкусу. Победитель в соревновании по благоустройству городов Российской Федерации. Подольские рабочие любят спорт и часто в соревновании городов приходят к финишу первыми. Имели мы собственный стадион. Здесь, на этом утопленном поле, простые бурцы, гоняя старый мяч, учились побеждать молодое поколение. Завод осваивал новую мирную продукцию – утюги, чемоданную фурнитуру, хрустальные люстры. После войны хотелось жить спокойно и красиво. Подольск не раз выходил победителем в благородном соревновании городов Российской Федерации по благоустройству и озеленению. Борьба за благоустройство не прекращается ни на один день. Прокладываются новые асфальтированные магистрали, строятся новые дороги. Наши заводчане строили новые дома, сажали деревья, растили детей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...